Хочу еще раз поздороваться, так, поздоровался с каждым входящим, да, теперь со всеми вместе хочу поздороваться. Здравствуйте, мне очень рад видеть новые лица, никого не знаю. Перед началом того мероприятия, которое сейчас пройдет, я бы хотел сказать, что это за мероприятие, тот формат, в котором мы будем работать, и предмет, о чем мы будем говорить. И, собственно, представиться, кто я такой, что от меня можно ждать, а что от меня все равно не добьетесь, даже если бить будете. Оралов Андрей Сергеевич, я преподаватель учебного центра SRC, но это как бы не основная моя работа, не основное место работы. Основная деятельность моя, я консультант, руководитель конституционных проектов по управлению и реорганизацией предприятий. То есть, вот, что от меня можно ожидать? Да, я практик, я провел сам много, скажем так, много конституционных проектов, проектов реорганизации, в которых, что называется, своими руками, своими ногами протоптал вот эту технологию реорганизации, технологию управления предприятием по снижению издержек, по оптимизации расходной части, по увеличению доходной части, по оптимизации прибыли бизнеса, по постановке системы управления в компании. И поэтому вот вопросы, которые мне можно и нужно задавать, да, это вопросы, связанные, а как сделать, да, как конкретно сделать вот эту вот вещь. Я, наверное, буду, ну, мало, скажем так, или почти не буду говорить о теоретических основах управления, о, как бы, ну, книжных или общепризнанных теориях в организации управленческого учета экономики предприятия, потому что все это можно прочитать, об этом написано очень много умных и хороших книжек, и я лучше вот книжкам вам отошлю, интернет-книжки. Что от меня, повторяю, можно узнать, это практика управления, практика внедрения. Я сегодня хотел бы представить большой семинар, который мы планируем провести 22-23 числа. Семинар, связанный с реорганизацией системы управления предприятием и введением, ну, так называемого худого менеджмента, лин-менеджмента, да, то есть менеджмента дешевого, относительно эффекта, который он дает. Сегодня только закончился у меня очень большой цикл, ну, учебно-консультационной работы с одной группой компаний в Москве. Вот этот цикл шел, сейчас скажу, 10 дней, то есть там было 5 этапов по 2 дня. И вот цикл закончился, вроде разработали структуру холдинга, разработали программу реорганизации группы компаний. И вот в конце, да, подходит ко мне директор этой всей группы компаний и говорит, Андрей, вот скажите, пожалуйста, вот, все понятно, да, все хорошо, но скажите, нужно нам холдинг делать или не нужно? И зачем он нам нужен? Ну, Юла Павловна, о чем мы говорили тогда целый месяц вот здесь вот с перерывами, о чем мы рассуждали? Зачем нужна реорганизация? Зачем нужно снижение издержек? Зачем нужен этот линд-менеджмент? Ну, вот я ему нашел такой аргумент. Я ему сказал, что при введении, при запуске новых проектов в вашей компании сокращение затрат пройдет где-то на 30-40% вне сырьевой части. Вот 30-40% только за счет реорганизации, только за счет приведения в порядок всей системы управления в компании. И здесь на самом деле никаких революций не надо, и волшебных палочек нету, потому что реорганизация – это просто, ну, повторяю, приведение в порядок. Это уничтожение непроизводительных направлений деятельности, паразитарных каких-то вещей, тех действий или тех усилий, которые на самом деле не дают эффекта. Не дают эффекта ни в плане бизнеса, ни в плане развития, ни в плане организации управления. И вот просто приведение в порядок системы управления, оно дает такой эффект. Вне сырьевой части себестоимость снижается где-то 30-40%. Поэтому все, что я буду говорить, оно на самом деле будет направлено именно на это. Любые технологии, любые механизмы, о которых можно говорить при худом менеджменте, это механизмы именно оптимизации, приведения к разумности системы управления. Ну, большой семинар, на который я всех вас приглашаю, но сегодня немножко другое, сегодня мастер-класс. И этот формат предполагает двоякую цель для меня. С одной стороны, рассказать, что же мы будем делать на большом семинаре, и привлечь вас туда, и рассказать, что там будет. А с другой стороны, я бы не хотел, чтобы это свелось просто к рекламной акции. Покупайте мой семинар, пожалуйста. Я хотел бы дать вам конкретный инструмент какой-то, конкретный результат, который уже можно использовать на самом деле. И показать логику этого семинара. Вот таким образом я и постараюсь провести сегодняшний мастер-класс. Хочу начать с таких достаточно философских вещей, которые, тем не менее, очень важны нам для дальнейшего продвижения. Во-первых, системный подход к управлению бизнесом, в чем он заключается? В том, что мы не берем отдельные части, мы не лечим отдельно бухгалтерию, или управленческий учет, или организацию производства. Очень часто прихожу, например, на предприятие, недавно. Все на самом деле, все в каше, все хаотически. Единственный островок стабильности – это юридический департамент. Юристы работают как часы. Все, у них документ оборот отличный, и все направления работы юридической, работа с претензиями, и арбитражная, и судебная, и досудебная, и несудебная, и те самые разбирательства. Ну, все-все-все, все хорошо. И директор этого департамента юридического, он, что называется, живет и радуется, но при этом получается так, что вся активность свелась на этот юридический департамент. И получилось так, что деятельность строительной инвестиционной компании постепенно все больше и больше сводится именно к юридическим вопросам. И когда мы начали реорганизацию, как ни странно, мы реорганизацию начали с того, чтобы уменьшать активность юридического департамента, ставить ее все-таки на место. Но в результате, к сожалению, директор этого департамента уловился. Но при этом она мне была благодарна, эта женщина, она мне была благодарна за то, что она открыла новый бизнес, я ей дал пинок в жизнь, помог открыть новый бизнес. Она сейчас с удовольствием консультирует свою организацию, в которой она раньше работала. Почему ей не нашлось места? Потому что она слишком большая для этой компании. Она слишком компетентна. Она как бы вот, ну, переросла этот бизнес. И тот островок стабильности, который она сформировала в этом хаосе, да, он на самом деле вредил компании. Там нужен специалист немножко, немножко даже, более низкого уровня. То есть вот, смотрите, я хотел на этом примере показать, что все части в управлении, они связаны. И вот эти все разнородные элементы, люди, деньги, технологии, документы, оборудование, они все, все это как бы только элементы. Это все не работает, да. Работает только тогда, когда бизнес завязан в единую систему. Если эта система разумна, если она целенаправлена, и если она рациональна, то она живет, да. То есть это вот здоровый, если сравнивать с человеком, да, это здоровый человек. А если у него тут болит, тут ноги не хватает, глаз кривой, в ноздре там затычка, да. Но это уже, это большие проблемы для бизнеса. Поэтому любая реорганизация, еще раз, она должна быть системной. Она должна затрагивать все стороны деятельности компании. Ну вот хочу такую притчу напомнить, наверное, потому что все ее, наверное, слышали в жизни, что как четырех склепцов подвели к слону, да, и спросили, кто такой слон. И вот один из них сказал, что слон это что-то такое гибкое и длинное. Другой сказал, что это плоская, широкая, и от него ветер, да. Третий сказал, что это такое круглое, большое и пахнет плохо. Ну то есть вот они все описывали один и тот же предмет, да, но с разных сторон описывали этого слона. Точно так же при рассмотрении любой системы мы не можем со всех сторон ее охватить. Поэтому мы рассматриваем ее с разных точек зрения. Нам важно очень понять, а на какой точке вот в настоящий момент мы находимся. И вот все множество этих точек рассмотрения системы бизнеса, их можно свести к четырем основным подходам. Первый подход это генезисный. То есть как система бизнеса изменяется во времени, какие этапы она проходит, да, какой жизненный цикл, как рождается бизнес, как он развивается, какие кризисы у него возникают, закономерные или незакономерные кризисы, которые возникают в жизни компании, как компания доходит до точки перегрева своей энергетикой, как она избавляется от излишней энергии, каким образом она дальше живет в инерционной фазе, как она дряхлеет, как она умирает. Потому что любая система, она проходит именно вот этот путь развития, рождается, развивается, доходит до пика, потом растрачивает энергию и умирает. Это естественный цикл. И вот этот естественный цикл мы рассматриваем при генезисном подходе. Мы рассматриваем, а что на каждом этапе происходит с компанией, как ведут себя люди, как ведут себя деньги, какие технологии нам нужны, какие связи между элементами бизнеса нужны и так далее. Вот это генезисный подход. Второй подход, это структурный, отвечает на вопрос, из каких частей состоит система. Частей, то есть это ненезависимые части, это составные части нашего бизнеса. Какие? Стратегия, коммерция, производство, управленческий учет, организация работы с персоналом, вот эти вот подсистемы, куски бизнеса. Мы должны их вычленить и потом объединить, чтобы понять, как это все работает. Третий подход, это функциональный подход, отвечает на вопрос, а для чего существует система. Это подход, в котором такие термины, как предназначение бизнеса, миссия бизнеса, пакет целей, главных, стратегических целей, тактических, оперативных заданий. Вот то есть как у нас выстраивается вся система постановки целей в компании, и для чего существует компания, какие результаты она достигает. Ну и, наконец, четвертый подход, морфологический. Какие элементы являются основой системы? То есть в любом бизнесе работают люди. Соберите вместе деньги, станки, стулья, помещения, электроэнергию. Без людей это все не работает. Работают всегда только люди. И вот именно люди приносят в компанию свою энергетику. Я приношу свою компетенцию, приношу то, что я могу отдать в профессиональном плане, в информационном плане, в личностном плане, в ролевом плане. Вот это все я отдаю моей компании. И энергией любой фирмы, энергией любого бизнеса является как раз вот эта энергетика, индивидуальная компетенция ее участников. Они консолидируются, они синергируются, и именно за счет них система развивается. Именно за счет них она живет и накапливает или растрачивает эту энергию. Начинаем рассматривать с этих точек зрения. Я каждый раз буду говорить, на какой точке зрения я нахожусь. Вот сейчас я буду говорить о структурах, о структурных подсистемах в управлении бизнесом. Я отпускаю огромный кусок, о котором мы будем говорить на большом семинаре, это вот морфологический, про людей. Там я расскажу именно, каким образом формируются компетенции, как их отслеживать, как их приумножать, как делать более рациональными. Но здесь, в нашем контексте, я посчитаю, что это не очень важно. Вот я сейчас сразу перейду к структурам. Потому что обо всем за два часа не расскажешь. Я уже сказал, что система бизнеса – это нечто большее, чем набор людей, денег, связей, оборудования. Это целостное образование, живой организм, сравнимый с человеком. И вот давайте как раз с человеком его и сравнивать. Я нарисовал здесь этого витровианского человека. Его сейчас и будем рассматривать. Структуру любого бизнеса вставляют его органы, подсистемы, которые не могут существовать отдельно. Нельзя отдельно взять производство и сказать, что производство живи само. Когда я начинал свою консалтинговую деятельность, это было еще на заре капитализма в России, начало 90-х. Огромная проблема, которая тогда стояла перед производственными предприятиями, потому что работал в основном с производственниками. Было советское производство, советский завод, который был включен в единую народную экономику, плановую экономику. И вдруг его выделили по первому, второму или третьему типу, приватизировали. А что делать-то после приватизации? Он всегда работал как производство, никогда не работал как бизнес. Поэтому к этому телу, к обрубку этого нецелостной системы, к обрубку системы, к осколку системы, нужно было приделывать все остальные части. Как человек может считаться полноценным только тогда, когда у него есть все органы, так и бизнес может считаться успешным только тогда, когда у него есть все необходимые подсистемы. Давайте эти подсистемы сейчас и рассматривать. Первая подсистема – это голова бизнеса, это стратегическое планирование. Она определяет цели и приоритеты существования бизнеса. Именно стратегическое планирование позволяет нам придать целостность бизнесу и придать ему смысл. Без стратегического планирования бизнес, он бессмысленный и беспощаден. Все по Пушкину. То есть, если у компании есть четкий разработанный и рациональный стратегический план, это значит, что компания зрячая, слышит, понимает и думает, и адекватно оценивает действительность. Если стратегии нету, то… Ну вот, я не знаю, я свое детство провел в деревне, и поэтому у меня такой образ всегда возникает, что курочку, когда к обеду готовишь, да ее надо убить. Вот курочки отсекают голову, и вдруг она иногда вырывается из рук. И вот бегает по двору, она крыльями машет, ногами перебирает, но она уже мертвая. Вот бизнес без стратегического планирования – это мертвый бизнес. Он может немножко побегать, но на самом деле он бизнесом как таковым не является. В середине 90-х, в конце 90-х очень много было компаний, которые, что называется, садились на трубу. Вот они говорят, мы в шоколаде, мы сели на нефть, мы теперь вечно будем. Спрашивают, какая у вас стратегия? Они говорят, какая стратегия? Качай, качай. Какая здесь может быть стратегия? Это мертвый бизнес. И все эти компании либо все-таки стали головастыми, отрастили себе голову, либо умерли. Другого варианта не было. И, собственно, в России уже, наверное, я даже и не знаю таких компаний. Может быть, вы скажете, что она где-то существует. Но я вот уже не знаю таких компаний, которые работали по принципу сидя на трубе. Ну, прошел, наверное, этот этап. Как можно, так сказать, оздоровить голову? Каким образом стратегическое планирование может помочь оптимизации и оздоровлению системы бизнеса? Ну, во-первых, нужно определить видение бизнеса. То есть смысл существования для внешней среды. Для кого мы работаем? Кому мы нужны вообще? И здесь очень много, очень интересные происходят такие явления, когда я первый раз задаю, вернее как, я добиваюсь, чтобы руководители бизнеса, с которыми я работаю, они первый раз начинают задавать себе этот вопрос. А для кого я работаю? И интересно получается, что, например, половина моей деятельности, на самом деле, она идет в никуда. Я не знаю, на кого я работаю. Вот я выпускаю продукцию, я ее кому-то отгружаю. А кто это тот, который покупает у меня? Зачем ему нужна моя продукция? Что он так дальше с ней делает? Я не знаю. То есть у меня видения как такового нет. Это принцип реагирования. Я сегодня сказал уже про компанию, это производственная компания в области приборостроения. И когда мы начинаем говорить о том, а кому вы продаете? Кто придет, тот и продает, а тому и продаем. Это принцип реагирования, реактивная компания. Это значит, что некоторое время они поживут. Но, скорее всего, с таким пониманием своего места они либо резко поумнеют и рванут, либо помрут. Поэтому, когда мы проводим реорганизацию, первое, что я делаю при реорганизации головы, при реорганизации стратегии компании, это определяем четкую позицию и отсечение лишних непроизводительных направлений. Очень много занимаются просто по привычке. Потому что 10 лет этим занимались, 10 лет продавали какой-то вид продукции. Ну и, наверное, всегда будем продавать. А потом, когда начинаешь считать экономику продажи, экономику коммерческой деятельности, экономику товарного портфеля, оказывается, что масса товаров, которые не то что неприбыльные, они убыточные. Но они лежат на складе. А лежат по принципу, что вдруг кто-нибудь придет и спросит. А у нас есть. Когда придет тот, который спросят, придет ли он вообще, придет он за этим или за чем-нибудь другим, не знаем. Но на всякий случай пусть лежит. Пусть омертвляет наши средства, пусть занимает место на складе, пусть занимает время и нервирует наших продавцов, потому что то, что лежит непродано, продавцов нервирует. Это надо продать. Отсечение таких лишних направлений, ненужных направлений работы – это первый шаг в оздоровлении системы управления. Второй шаг – это определение предназначения бизнеса. То есть ответ на вопрос, обращенный внутрь. Вот если первый вопрос обращен вовне, во внешней среде, этот вопрос обращен внутрь. А нам-то это зачем надо? Я-то с этого чего буду иметь? Причем на этот вопрос должен ответить каждый участник бизнеса. От собственников до всех категорий работников. И каждый работник должен сказать, а что ему-то надо? Вот он приходит на работу, зачем он приходит сюда? И не всегда приходят за деньгами люди. И не всегда собственникам нашим нужна прибыль. Вот нам нужно определить, зачем люди приходят. В начале 2000-го, с 2000-го по 2005-й, я очень долго работал в Одессе. Много предприятий. Одно из предприятий, в котором я работаю, это был гостиничный ресторанный комплекс «Лондонская». Это самая пафосная, самая большая и самая лучшая гостиница Одессы. И вот там был вопрос, где найти шефа, который бы знал традиционную еврейскую кухню. Потому что все жители Одессы, они должны свадьбу играть в лондонской. Обязательно. Это традиция такая. И обязательно свадьба должна быть с традиционной еврейской кухней. Независимо от национальности играющих свадьбу. Но нет такого шефа. Все либо уехали, либо постреляли. Поэтому нет. И нашли человека, который действительно знает, хороший, на высоком профессиональном уровне работает. Живет в Израиле. В 7 лет его и увезли из Одессы. У него спросили, а хочешь на исторический уровень? Он говорит, да, наверное, хочу. Наверное, хорошо бы. Но он там хорошо очень зарабатывает. Там хороший у него ресторан. Но этот ресторан его не удовлетворяет. Ему там скучно. Когда начали с ним разговаривать, он говорит, ну мне скучно. Мне хочется чего-то новенького. А здесь пафос лондонская. То есть это на всю алию прогреметь, что я в лондонской с шеф-поваром. Вот на пафос взяли. Взяли на то, что он очень хотел дом у моря. В Израиле это для него было сложно. А в Одессе, пожалуйста, в Лермонтовской мы тебе дом дадим. Построим дом. Отдадим в подарок просто. Не надо ничего за него платить. Только работай. И на этом взяли. Смотрите, человеку не важны деньги. Он богатый человек. Очень богатый человек. У него устоявшийся успешный бизнес. Но мы нашли ту струнку, которую тронешь. И вот человек пошел работать. Человек заинтересовался и стал активным. Вот найти такие струнки у каждого работника – это задача именно стратегическая. Потому что работают, повторяю, не деньги, не станки, не студии, не лампочки. Работают люди. И если мы вот эту систему целей людей приведем в соответствии с системой целей бизнеса, это как раз и будет предназначением. Это как раз и будет то, что в англоязычной литературе называется «мишин». Не «мишин», а по-русски я бы назвал как ее предназначение. Ну и, наконец, еще одна составляющая стратегического планирования – это составление иерархии целей долгосрочных, среднесрочных, текущих для исполнения нашей стратегии, для исполнения видений и предназначений. То есть это уже доведение до конкретных мероприятий, до плана графика работы. Очень часто говорят о том, что стратегическое планирование – это что-то такое отвлеченное, это что-то такое из области философии, фантастики, а жизнь – она вот в грязи, жизнь – это вот она вот здесь, под ногами копошится. На самом деле стратегия, которая оторвана от реальной деятельности, от повседневной деятельности компании, она мертвая. Она всегда должна обращаться вот внутрь и как бы доходить до конкретного плана графика работы, до конкретного результат, который должен получить, кто отвечает, когда должен сделать. Голову поставили, привели в порядок, но голова только работает в фантастических романах Беляева. Теперь к этой голове нужно присобачить тело. Телом любого бизнеса является производство. Производство в широком смысле. То есть торговая компания, у нее тоже есть производство. Потому что какое производство? Это поиск клиентов, преддоговорная работа, заключение договоров, с исключением спецификаций на отгрузку, заказ и закупка товаров, отгрузка товаров клиенту, возврат денег от клиента. Вот это все технологические процессы производственного процесса торговой фирмы. У меня в конституционном бизнесе тоже есть производство, причем очень жесткое и технологичное. У меня эти самые консультанты, что называется, не забалуются. Есть конкретный результат, конкретный срок, который ты должен выполнить. И это встроено в определенный технологический процесс. Поэтому мы говорим именно о теле, как о технологии работы. Что здесь можно оздоровлять? Во-первых, рациональная организация работы технологических процессов. Не буду долго останавливаться, ни тема этого мастер-класса. Есть великолепная технология, ТРИС, так называемая, технология решения изобретательских задач, которая зародилась и обрела свой законченный вид в Советском Союзе. Потом основные разработчики уехали. Сейчас она великолепно процветает в Штатах, в Израиле. Но вот в России, не знаю, школа, наверное, прервалась. Те, которые считают себя ТРИЗовцами, честно говоря, мне не очень нравится. Но какие-то элементы ТРИЗов все-таки мы вводим. Сейчас не буду останавливаться. Это, наверное, не тема структуры, но достаточно важная вещь. Дальше. Бесперебойное обеспечение оборудованием соединенным материалом, технологическими ресурсами. Самое важное слово бесперебойное. Любое производство очень капризное. И любое производство должно быть бесперебойным. Оно не должно испытывать вот таких вот встрясок, что сегодня работаем, завтра не работаем. Особенно, если это производственное предприятие. В узком смысле производственное предприятие. Потому что вот сейчас есть заказ, мы дернули производство, заказ кончился, мы его остановили. Мы должны платить две трети зарплаты. Мы платим все равно эти самые постоянные затраты по производству. Все равно за технологические ресурсы платим. Потом стоим, стоим, опять заказ появился, дернулись. И работаем сверхурочно. Платим опять же сверхурочно в два раза больше. То есть вот такой ритм для производства противопоказан. Поэтому производство самое важное. Это бесперебойная работа. С одной стороны, мы посмотрим, когда будем говорить о коммерции. С одной стороны, коммерция должна быть демпфером между рынком и производством. А с другой стороны, и вход тоже должен быть бесперебойным. Чтобы у нас не возникало вопросов, а где взять сырье? А как обеспечить электроэнергией? Это вопросы худого менеджмента на самом деле. Бесперебойность работы производственного процесса. Следующий момент управления качеством. Это просто внедрение стандартов качества. Опять не буду останавливаться. Ни тема нынешнего марстер-класса. Есть технологии управления качеством. Их просто нужно внедрять. И охрана труда и производственной безопасности. Это ответ на вопрос, кто сидеть будет. Здесь у тебя правильно оформлены все документы. И что бы у тебя ни случилось, сидеть ты не будешь. Если ты героически преодолел трудности, совершил подвиг, спас людей, но при этом документы у тебя оформлены неправильно, ты сядешь. Это вопросы охраны труда и производственной безопасности. Остановлюсь еще раз на этом моменте. Бесперебойности. Как достигается бесперебойность? Ключевое, принципиальное правило. Производство не должно выходить на внешнюю среду вообще никак. То есть производство должно жить глубоко внутри нашего бизнеса. А все внешние действия должны осуществляться другими подсистемами. Почему? Это выражается в правиле, которое я стараюсь везде внедрять и сам его соблюдать. Тот, кто делает, не должен продавать. А тот, кто продает, не должен делать. Потому что тот, кто делает, у него очень много проблем перед ним стоит по организации того, как сделать. А тот, кто продает, он озабочен не тем, как сделать, он озабочен тем, как продать то, что уже сделано. А это совершенно разные виды деятельности. Это разные личности должны на этом работать. Если продавцу не надо и даже вредно вникать в глубину производственных процессов и выяснять какие-то сложные спецификации какие-нибудь. Продавцу это вредно, он должен быть легким, он должен продать саму идею, он должен товар продать. А этот самый производственник, он будет копаться, если его пустить к этому самому клиенту, то это просто убить сделку. Много раз на себе убеждался, поэтому я веду конституционные проекты, которые сам не продаю никогда. Сам на внешнем рынке не работаю, я их организую. Если меня приглашают, например, на переговоры, то приглашают так, иди сюда, скажи, скажи все, что ты хотел сказать. Я говорю, говорю, так, все, достаточно, убирают меня, и продавец начинает уже разговаривать о ценах, сроках и так далее. Повторяю, это разные виды деятельности. Продолжение следует...